Ола Амигас, на связи Матвей. Знали вы или нет, но Epic Games заявляют, что с новым обновлением 17 сезона Fortnite они улучшили производительность графики на эпических и высоких настройках. Говорят, графика стала намного лучше и теперь пожирает намного меньше FPS, чем это было раньше. В связи с этим мне стало интересно, как же эта новая обновленная графика работает в Fortnite, но при этом не в обычном Fortnite на компьютере, а в Fortnite на обычном Android смартфоне. Так что сегодня в этом видео мы посмотрим, как работает новая обновленная графика на эпических и высоких настройках в мобильном Fortnite на обычном телефоне. Посмотрим, как она выглядит в игре, сколько FPS пожирает, ну и самое главное, работает ли она вообще. Но готов вам спойлернуть, что если бы она не работала, я бы не стал записывать данное видео. Так что ни в коем случае не переключайтесь, будет мега интересно. Но перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на этом канале, если ты так же, как и я, играешь в мобильную версию Fortnite, то обязательно оформляй подписку. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Также обязательно поддерживай наше мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора Motive Cars смело води и покупай исключительно с ним. А также теперь я читаю имена трех пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Никите Татарчуку, Набильмобиль и Мисти. Очень приятно, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте наконец-таки посмотрим, как же выглядит новая обновленная графика на эпических и высоких настройках в мобильном Fortnite на моем обычном андроиде. Уверен, такого вы еще нигде не видели. Думаю, разумнее всего будет начать этот ролик с того, что я вам объясню, какой же у меня андроид и как я на него установил Fortnite. Объясню вкратце, это мой смартфон на базе андроид. Покупал я его специально для игры в Fortnite, потому что, к сожалению, сейчас в Fortnite на iOS играть нельзя. Модель Honor 20 View, телефон 2019 года. Сейчас на экране можете посмотреть его подробную характеристику. Да, то есть процессор Kirin 980, RAM 6 гигабайт, версия Android 10, ну и так далее. Я выбрал этот девайс только потому, что здесь есть официальная поддержка 60 кадров в секунду у Fortnite Mobile, ну а также он стоит относительно дешево, всего лишь каких-то 15 тысяч рублей. Все подробности об этом девайсе, то есть какой у него экран, какая камера, какой аккумулятор, где и за сколько я его покупал, вы можете узнать в моем старом видео на канале по подсказочке вот здесь. Ну а так как в Fortnite Mobile на этом телефоне официально доступно 60 FPS, скачал я игру с официального сайта IP Games и проблем с ней у меня никогда никаких не возникает. Так, ну надеюсь теперь вам с моим телефоном все ясно, так что перейдем к самому тесту игры на эпических и высоких настройках графики. Еще не играл в криминальную Россию со своего смартфона? Для тебя шикарная новость! «Матрешка» — это бесплатная онлайн-игра про Россию, в которой можно погрузиться в игровой процесс с максимальным комфортом. Неважно, где ты находишься — на учебе или работе, диване или на улице. Ты можешь стать кем угодно. Специально для тебя доступен также голосовой чат, благодаря которому ты сможешь разговаривать со своими друзьями. Заинтересован? Тогда загружай игру, вводи промокод TOPGAME и получай бонус для первоначального развития. «Матрешка» — создай свои правила игры. В общем, вот я зашел в Fortnite. С такими настройками я играю на постоянке, то есть 60 FPS, средние настройки качества, разрешение 3D — 66%. Попробуем поиграть на настройках 60 FPS, высокая конфигурация качества и разрешение 3D — 100%. Ну, с лобби уже и так понятно, что тени прорисованы великолепно. Я такого в прежних сезонах еще не видел. То есть еще также 3D-разрешение на 100% выкручено, поэтому карасика мы видим просто в Full HD+. Ну что ж, посмотрим, как себя вот такие настройки проявят в самой игре. Вот. Я лечу в автобусе. FPS иногда падает до 50, но в среднем показатель хороший. Давайте попробуем дропнуться. Так, FPS упал до 40. Ну, тоже не критично, в принципе. Это не так принципиально, когда ты летишь вниз на свою локацию. Поэтому сейчас посмотрим, вообще, как себя проявят настройки на высокой графике, когда вот мы будем сражаться со своими врагами на самой локации. О, отлично, помпа. Смотрите, FPS прям меня очень сильно радует. Да, отлично. FPS ниже 60 практически вообще не опускается, так что можно сказать, все. Эпики победили проблему оптимизации Fortnite на Android. Как видите, все просто великолепно, по крайней мере, на моем девайсе, о котором я уже рассказывал в начале видео. Ну, а так. Вообще, кайф играть. Даже не знаю, может, себя поменять на мейн настройки как раз-таки высокие 60 FPS, 100% 3D графики. Ну, когда я, например, в паблик играю для видео, я, конечно, не говорю про арену. На арене по-любому будут проблемы, потому что лейты, во-первых, много людей, FPS будет проседать на нуля, да и, в принципе, такая высокая графика. Если я просто там ради киберспортивной рубки играю, то я не вижу смысла тогда с такой играть. Блин, если честно, вообще игра по-другому воспринимается, потому что до этого я даже вот играл на средних настройках качества. И с количеством, короче, 3D разрешения всего лишь 66. А сейчас я играю так, и вот прям вообще абсолютно другая игра. Блин, меня тут пытаются убить. Сейчас мы попробуем. К сожалению, нас убили, но, в принципе, как вы могли заметить, игра идет достаточно более-менее стабильно. Конечно, вот, когда летишь на боевом автобусе, FPS приседает до 40. Ну, а в игре прям стабильный 60. Я ничего не говорю про лейты, потому что в лейтах там 100%, наверное, FPS упадет до 40, и дай бог уже упасть и до 30. Ну, как вы вот сейчас можете заметить, игра более-менее стабильна, при этом очень красиво идет. То есть тени прорисованы, видно, вот, шейдеры пофиксили. Вот, челик бежит, тут выпендривается своим мастерством строительства Fortnite. И, в принципе, я могу сказать, что да, изменения заметны. Сейчас посмотрим, как игра будет идти на эпических. Вот, дико интересно самому. Я на эпических, по-моему, играл... По-моему, вообще не играл в Fortnite. Так что сейчас оценим. Так, а вот тут, кстати, незадача, потому что когда я хочу поставить эпические настройки графики, максимальный доступный FPS только 30. Это, конечно же, усложняет игру. Но все же давайте ради картинки посмотрим, как будет выглядеть Fortnite. Мне вот дико интересно. Конечно, жаль, что 60 FPS мы не увидим, но, блин, что поделать. В общем, я зашел в игру. Счетчик FPS 30, ну, потому что у нас максимум 30 может как раз-таки быть. Игра, если честно, особо от высоких настройков качества не отличается. И, в принципе, даже в эпических настройках графики я не вижу смысла, потому что, реально, если вы сравните настройки высокие и эпические, то, согласитесь, разницы особой нет. Но при этом FPS очень сильно меняется. То есть на высоких максимум 60, здесь 30. Что ж, давайте попробуем дропнуться в локацию. Посмотрим, что у нас, как будет что-то проседать. Кстати, вообще не осуществляет. Не, смотри, до 20. До 20 понижается. Блин. Ну, что-то вообще как-то не камильфо играть на эпических. Ладно. Давайте попробуем кого-нибудь убить. Короче. Особо не старался играть, но, как видите, меня убили. И мой FPS стабильно 30. Но я не представляю лично, как можно играть в Fortnite в 30 FPS, поэтому вариант с эпическими настройками графики меня вот вообще никак не устраивает. Если играть, то в 60 FPS, на 100% от этой графики и на конфигурации качества, ну, в общем, на высоких настройках. Вот. Я думаю, вот этот вариант будет лучшим из всех предоставленных. Ну, а у меня пока что это все, ребят. Огромное спасибо за просмотр этого видео, ребят. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Ну, а также, если вы досмотрели это видео до этого момента, то обязательно пишите в комментариях слово «оптимизация». Так я пойму, что вы досмотрели этот ролик до конца. И, конечно же, обязательно все подобные комментарии я, естественно, лайкну. Ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok